Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня у нас очередной эфир по теме плоской земли. Ну, собственно, он называется плоская земля. На самом деле, мы тут обсуждаем все формы земли, какие угодно. Будут аргументы и за круглую, у нас тут большинство уже. Понимаете, это очень сложно найти человека, который будет отстаивать вот эту аргументацию круглой земли. В основном, люди говорят так, она круглая, мы все это знаем и мы, в принципе, зачем это обсуждать. И никто не хочет разоблачать аргументы любителей плоской земли, так что приходится вот так вот отдуваться. Зато сторонников круглой очень много и они охотно любят высказываться, поэтому их всегда просто собрать. Так, ну давайте теперь перейдем, собственно, к теме плоской земли. Какие у нас тут новые аргументы появились за эту теорию? Интересная тема. У меня такие интересные письма сейчас приходят. Есть секта, я не буду ее называть. Она занимается тем, что останавливает метеориты. И она себе рекрутов собирают. То есть в этой секте говорят, мы можем остановить метеорит, даже если он будет 20 тысяч километров над землей и мы его силой мыслей разбиваем. Так вот люди пишут, спасибо, Вячеслав, что мы благодаря вашим роликам узнали, что никаких метеоритов не существует. И когда этим сектантам задали подобные вопросы, связанные с моей информацией, им нечего было ответить. Они перестали выходить, скажем так, на общение. Поэтому про метеориты это все фантастика, фэнтези научная. Никакие метеориты никуда не падают. Ничего нигде не находят. Максимум, знаете, что может падать? Это так как у нас тут много летающих всевозможных межячейчных аппаратов. И они между собой могут иногда тут устраивать бои без правил. Поэтому можно оплавленные летающие тарелки находить. Но никакие камни не могут упасть с верхнего океана, потому что купол многослоевый, сильно прочный. Все, я пока все. Так, но их же наблюдают телескопы, как вот они летят, там прогнозируется, когда они прилетят, потом они падают с определенной скоростью, их тоже видно, как бы есть те же видеоматериалы. Техногенные аппараты просто другого конфигурации. И Вимани Петчастра, прочитайте, там все подробно про вот это описано, что мы видим телескоп. То есть я как бы тоже думаю, что что-то тут... В двух словах, Тунгусский метеорит, это был взрыв наземной ядерной бомбы. Вот это в двух словах, что на самом деле Тунгусский метеорит из себя представляет. А вот тема плоской земли, допустим, вообще без проблем пиарится, продвигается и никто не мешает. Если они это скрывают и это так важно, то почему нет противодействия этому, а наоборот как-то даже очень благоприятно все. Потому что земля-то реально не плосковая, а сотовая, и поэтому сотовую не будут продвигать, так как это истинное устройство мира. В двух словах вот хочу дополнить и Максима, инсайдера. Представьте, вот необитаемый... То есть остров небольшой, высадилась туда группа людей, там живут туземцы. На этом острове для тех, кто высадился, много очень полезных ископаемых, ресурсов и всего прочего. А туземцы, они как бы это мешают, поэтому надо их чем-то занять. Они каким-то хитрым образом говорят, вот эта каменная глыба, вы ее оттачиваете, это будет космический корабль. Вы ее точите, занимаетесь целыми днями, а потом она полетит в космос. Вот, и туземцы, получается, тратят все свое время, они размножаются, они развлекаются, тратят все свое время, силы и ресурсы, пока те, кто прилетел на их остров, его просто разграбляют. Вот та же ситуация у нас. Все эти космические корабли, это всего лишь макеты, которые пролетают несколько метров. Но самое мне поражает, что есть люди, которые искренне верят, что космическая программа существует, и существуют полеты в космос и так далее. Но это безумие какое-то, я все. Смотрите, если я не ошибаюсь, я пустил картинку демонстрации крана, и, по-моему, она все-таки пролетела в эфир, и видно небо, да? Да. Ну, смотрите, есть люди, которых научили говорить, что это солнечное затмение. Я не буду спорить, вы можете называть это солнечным затмением, солнечным притяжением, как угодно. Терминология здесь не принципиальна. В данном случае мне вот задают вопрос насчет, что делать. Раз ты, Вячеслав, говоришь, что солнце – это лампочка, получается, наши предки были сумасшедшие, и молились колесу, ну, иногда бывало в истории, что и колесу молились. Дело не в том. А вот в данном случае я один только вижу, что ярила электрик просто меняет лампочку, и, как говорится, если у нас в доме свет перегорел, и все электрику рады, которые лампочку зажигают, скажем так, электричество, у нас появляется свет, интернет, и для нас он почти как бог там. Вот, поэтому в данном случае в ролике я не знаю, думаю, что не только я один вижу замену. Вячеслав, ну, они там какие-то отсталые, походу. Они что, раз в год у нас меняют лампочки? Сейчас, еще одну секундочку, и два слова скажу. Сейчас я держу свои рукописи в руках. Кто-то скажет, ты, Вячеслав, это написал вчера. Любой знает, что можно отдать это на экспертизу, и с помощью, ну, взять чернил на анализ, и экспертиза покажет, что рукописи были написаны более 20 лет назад. Я зачитаю только маленький абзац, и все, и потом передаю слово. Значит, этой книгой, это я считаю предисловие, откуда я все знания взял. Этой книгой я отвечаю на все вопросы, которые появятся, вопросы, которые интересуют, интересовали человечество с самого его появления. Сегодня 21.07.1995 год. Я все понял. Так как вопросов много, я отвечу на главный. Для остальных же вопросов с помощью этой книги привожу формулу, с помощью которой любой желающий сможет самостоятельно отвечать на все вопросы. То есть здесь я уже 20 лет назад описывал сотовое мироустройство. И Юрий, когда недавно в эфире сообщил, что я наигрался в Virtua of Warcraft, возможно, в 95-м году эта игра вышла, но в тайге максимум, что я мог в снежки поиграть. Поэтому при всем уважении к Юрию, я в 95-м году про Warcraft не знал. Я в 96-м играл, по-моему, в 2-м. А в Warcraft плоская земля? Ну, Юра сообщил. А, сотовое. Ну, мне приятно, что разработчики Virtua of Warcraft законнектились ко мне и считали, что у меняет формацию. Вячеслав, ну теперь насчет затмения. Вот сейчас запусти, пожалуйста, еще раз это видео, пока демонстрация. С удовольствием, с удовольствием сейчас. Либо все-таки как-то нет. Ну, неоднократно приводим пример. Смотри, ты меняешь в своей комнате лампочку, а в это время на карнизе сидят две мухи. И говорят, смотри, затмение. А другая муха говорит, какое это затмение? Это человек просто лампочку меняет. Мы же в позиции муравья пытаемся понять мироустройство и божественную пробность. Уважаемые друзья, вы понимаете, что в основном у нас, знаете, что получается? Мы обсуждаем, ну, по большому счету, теории. И официальную науку, и даже, допустим, мою. Ну, с той разницей, что пока в интернете не появились подтверждения визуальных других. У меня-то больше смыслы. Они появятся. И что вы будете посмотреть, когда они будут? Вот это самое страшное. Потому что видео уже есть, я его видел. По поводу броса. Смотрите, ситуация такая. Давайте будем слава фантазер, чтобы я не выглядел там как-нибудь так. Вот моя фантазия. Смотрите, моя фантазия, наша ячейка в оккупации. Здесь наши надзиратели делают все для того, чтобы пользоваться нами, как сами того желают. Появляется, скажем так, из соседних ячеек определенная группировка, которая пытается очень аккуратно и качественно донести информацию о том, что бежать есть куда. Побег возможен. Кругом не маленькая земля, а стены, которые можно спокойно преодолеть. И вы, находясь в заключении, узная аккуратным способом возможности избавиться от назовемого трапства, просто начинайте уже по-другому действовать и по-другому мыслить. Спасибо. Задать вопрос. Дело в том, что у меня сейчас залит один ролик. Я не решаюсь нажать его, опубликовать его или нет. В чем его примечательность? Был когда-то сравнительно динамно некий Вячеслав Крашенельников. Дело в том, что одиннадцатилетний мальчик, который пришел в мир иной, он оставил после себя труды, которые полностью гармонично вкладываются в мои. То есть, за малым исключением, он не мог некоторые вещи объяснить, так как он не знал терминологии. И поэтому я сейчас задаю вопрос. Выкладывай мне этот ролик, где этот одиннадцатилетний ребенок... Выкладывай, выкладывай. ...травильно рассказывал то, что я пытаюсь рассказать уже два месяца людям. Я, допустим, часто пытался объяснить, когда мне спрашивали, для чего ты это делаешь? Ты хочешь денег, славы? Не поверите, на все гораздо проще. Когда начали у деток рядом в Донбассе отрываться ручки и ножки, я решил действовать согласно своим силам и возможностям. Да, возможно, мой путь будет короткий, ничего страшного. Так как я знаю мироустройство, мне только это пойдет на пользу. Но я буду по возможности пробуждать людей, потому что для меня с сильной сенсорикой эти крики детей просто невыносимы. Я готов расцарапать себе грудную клетку, мне очень больно от того, что происходит. И я придумаю любую землю, пускай я придумал там сотовую, квадратную. Но если это хоть как... Она, наверное, поможет, Вячеслав, что-то я не улавливаю суть твоего. А это уже согласно купленным билетам. Есть люди, которые поняли, что я сказал. Нет, нет, слушай, подожди. Ты хочешь достоверный ответ? Ты конспирологию в конспирологии, что ли? Давай конкретно. Ладно, добренько, смотри, ты заключенный, тебе сказали, что это твой дом пожизненно. И вдруг тебе кто-то бумажечку кидает в окошко, что есть возможность победа. Ну, знаешь, вот хорошо было бы сфотать это окошко, чтобы вообще вопросов не было. Тут же просто, кстати, доказать-то. И вопросы, собственно, отходят. Опыт соседних ячеек показывал, что, да и наши тоже, что появление в аналогичных интернетах подобных видеоматериалов приводило к тотальному суициду. То есть по непонятным причинам люди, видя видео других ячеек, просто начинали прыгать с мостов, спарывать вены. Поэтому те, кто здесь, скажем так, находятся в соседних ячеек, они вначале сделали вброс про плоскую землю, сделали проторенную дорогу, чтобы сотовая земля хорошо ложилась на сердца и души тех, кто уже проснулся. Да, вот вопрос к Вячеславу. Может ли он рассказать, кто именно меняет лампочку Солнца в небе? И хочет ли Вячеслав попасть в другую ячейку? Ну и, собственно, от Вегаса был вопрос про Антарктиду. Как туда переползти? Ну, в двух словах, если я все-таки домонтирую ролик, недавно в конференции нас было 11 человек, я подробно рассказывал в деталях, как один раз удалось, скажем так, экскурсию в соседнюю ячейку. Ну, это знаете, как вот пример Алиса в стране чудес, она же тоже попала в кротовую или кролиную нору. Вот. И если я выложу, не хочу повторяться. Была одна всего лишь экскурсия. Вот. Что еще, извини, сбился с... Какой перед этим вопрос был? Был ли в соседней ячейке или что? Да. Ну, ты там был, как туда попасть и кто солнце меняет? А, солнце. Солнце, электрик Ярила. Наши, скажем так, ячейки это... Это Иван Иванович Ярила, который занимается... Это сущность, которая на порядке, естественно, больше. Ну, я же приводил пример. Сидят две мухи, видят, лампочку меняют. Вот. Естественно, предки уважали этого электрика и, скажем так, гимны ему пели. Ну, за то, что он менял лампочку. А, так существует ли космос? Вот Страйкер пишет. Существует, но в том понимании, которое мы представили, представляем, его нет. Уже выше идет плотность, назовем условно воды над куполом, значительно, ну, скажем так, плотнее, да, тавтология. Вот. И пересечь верхний мир невозможно на наших, скажем так, деревянных космолетах. Кстати, есть книга, она так и называется, «Космонавты на деревянных кораблях». И они там путешествуют по этому миру на космосе. Кстати, я хотел этот ролик отдельно писать, но я в двух словах скажу. Как-то беседуя недавно с Юрием и в конференции, он спросил, если Вячеслав был на Луне, и Луна, с его слов, находится под куполом, каким образом он мог увидеть ячеечную структуру? Потому что высота Луны, с точки зрения земного логики, не позволяет увидеть соседние ячейки. В двух словах пример. Представляете, вы находитесь на судне, подходит к Юнга, к капитану. Капитан держит подзорную трубу, увидел остров, захлопнул подзорную трубу, положил в карман и говорит «Юнга, там дальше остров». А Юнга говорит, мол, как вы могли это увидеть? Вы понимаете, что компьютер, да, это техногенный аппарат Луна, который позволяет видеть дальше и больше. Это раз. Плюс ко всему, сами базы Луны позволяют осмотреть видеоматериал, как и наши ячейки за последние сотни тысяч лет, так и соседних. Слушай, Слав, да как попасть-то все-таки? Существует через четыре способа. Самый обычный способ... Я бы тоже хотел. Самый обычный способ, это вот, либо, ну, уже земля сан никого не прокатит. В те времена, когда они отправились в соседние ячейки, не было такой жестокой охраны, ни подводных лодок. Ну, давай вот сейчас конкретно, сейчас, какой есть яйный способ. Для детей Донбасса особенно. Да, для детей Донбасса, это мы их эвакуируем в соседнюю ячейку, а эту затопим, потому что здесь уже осталось только 90, осталось 2%. Давай, давай конкретно, как попасть. Значит, из четырех способов просто садимся на оленя, на собачью упряжку, едем до ворот. Вот, там идут системы, значит, первые ворота открываются, ты заходишь, они у тебя закрываются за спиной, потом вторые открываются. Существует ледяной барьер, полностью по периметру. Так, смотри, я, что Вячеслав пошел, это, прям, глубинные знания уже выдает, давай, наверное, во второй эфир перенесем, там это будет более к мысли. Спасибо. Там как раз это, чтобы, значит, народ не выпрыгивал из-за кошек после такой суперсекретной информации, лучше им потом расскажем, так, для избранных. Ну, их увидеть нельзя, видишь, человеку уже хочется увидеть всегда, по возможности как-то упрощить. Ну, это зависит от интеллекта, то есть, понимаешь, кому-то это доказательство, кому-то нет, в зависимости от развития психики. В каждом городе есть свой желтый дом, или Кащенко, люди, которые... Мы же говорим про толпу все-таки. Если я тебе, допустим, предлагать что-то взамен на что-то, да, допустим, я тебе дам условно там выдуманные, скажем, деньги, я тебе даю чемодан денег, типа, представь себе, вот, вот представь, вот тебе чемодан денег, дай мне свою машину. Денис, можно вопрос, Денис, маленький вопросик, пожалуйста, Денис, вот смотри, ты думаешь сейчас? Ну, вообще, думаешь или нет? Ну, просто такой банальный вопрос, или ты завис от простого вопроса? Сейчас, в эти минуты, ты думаешь перед тем, как говоришь? Не знаю, я не знаю. Вот. Для кого-то я думаю, для кого-то нет. Я не знаю, думает он или нет. О чем тогда можно с человеком общаться, который не знает, думает он или нет? Ну, какой странный вопрос. Это не Вячеслав должен доказывать, что Земля имеет плоскую структуру, это вы потратили мое время, вы обязаны компенсировать время, которое я провел в школе, понимаете? И если верить вот этому парню, Асгарду, то там вообще все по полочкам разбирается, какие бывают звезды, какие бывают созвездия, почему дома созвездий называются именно домами. То есть не просто от балды, люди же, ну, сколько есть существует мир, все знают название созвездий. Их же, если бы это были просто расставленные фонарики, их рангом поменьше, чем Ярила Электрик приходил бы и обслуживал, это было бы как-то, ну, не так стабильно, как оно стабильно на самом деле сейчас. То есть они действительно никуда не двигаются, все, так сказать, на своих местах. То есть я считаю, что вы, как это, начали опровергать там теорию круглой Земли в угоду теории плоской Земли, расширьте, так сказать, границы. Есть масса людей, то есть аж так же, как их появилось после теории плоской Земли, сейчас появляется такое же количество людей теорией полой Земли. Отличный пас. Есть люди, которые имеют этот системный анализ, логику и всевозможные алгоритмы просчитывать. Великолепный сайт Асгард, который показывает полностью то, что я озвучу под другим ракурсом. В сайте Асгард говорится следующее, что наша Земля выглядит как гроздь, виноградная гроздь. Вы визуально посмотрите, как выглядит виноградная гроздь. Сейчас я озвучу. Да, у него там тоже есть свои рассказы, примеры всякие есть, да? Знаете, мне озвучит сейчас очень важный момент, принципиальный. Это потом даже будет вырезать, возможно, вырезают и будут тиражировать. Смотрите, пчелы, как вы думаете, вот загадка, пчелы, когда строят свои соты, они с линейками делают это, расчеты, или как-то по-другому? Я вам расскажу, не поверите, как пчелы делают соты. Дело в том, что наше все поле пропитано сотовой структурой. Назовем ее электричество или магнитное поле. Оно полностью все сотовое. Так вот пчелы, когда строят свои соты, они уже обволакают материалом уже готовый каркас. Вот как соты создаются. Почему у других каркаса нет? У муравьев, например, еще каких-нибудь представителей животного, насекомого мира. На руку посмотри, она полностью сотовая. Что? А они должны иметь одинаковые размеры? Вот как в голове, сота обязательно должен быть шестигранник или сота это ячейки? Ну а оно должно быть в клетке, что ли? Ты хоть нормальное бы привел, нормальный какой-нибудь пример, слушай. Вот, кстати, есть же во Вселенной определенный закон такой, так сказать, соответствие. И то, что в микромире, то происходит и в макромире. И вот если мы посмотрим, то мы видим, что планеты, они как бы, во-первых, выглядят круглыми, да, и они вращаются друг вокруг друга. И вроде как атомы тоже так же выглядят. И ключевое слово вроде как. Ну да. Ну, во всяком случае, теория о том, что атомы у нас сотовые. Такое я не слышал, кроме Вячеслава здесь сейчас. 97-й или 96-й год. Но фишка в чем? В том, что первый вопрос, который я учительнице по химии задаю, я говорю, а как они это сфоткали? Вот что самое главное. Ну, то есть ребенок нормально задает вопрос. Учительница говорит, ну, это на электронный микроскоп. Я такой, а-а-а. Такое умное лицо сделал тоже. А это все объясняет, конечно. Через 20 лет я вернулся к этому вопросу по поводу вообще существования электронов, в том числе. Поэтому как бы под вопросом, что электроны, что космос. Физик был бы в эфире, сейчас, может, картинку выведу. Доказал бы, что именно даже с научной точки зрения, с официальной, что полностью все наше пространство это сотовое. И пчелы создают просто на каркасе. Да никак это не доказать. Вячеслав, ну, давай честно говоря. Ну, вот пчел создают, я согласен. Вот муравьи, например, не создают. Вегас. Ну, а я задам аналогичный вопрос, как Денису. Ты сейчас думаешь? А я тебе сейчас отвечу на твой вот этот аналогичный вопрос. Вот я тебе еще раз повторяю. Вот муравьи соты не создают. Тигры тоже себе соты не делают. Я вот себе сотовый дом не строю. Ты понимаешь? Глупо просто к своей теории прилеплять то, что твою теорию доказывают, но не прилеплять то, что ее опровергают. Ты просто не уберешь. Ну, а соты должны быть... Я уже озвучил. Я фантазер, который придумал сотовую землю ради спасения детей. Я фантазер. Так ты хотя бы придумал, как им туда выбраться. А то ты как-то не сказал бы хоть. Справа это соты. А слева это с помощью жидкости, магнитной жидкости, вывели поле магнита. То, что все наше пространство. Жалко, что нет алмаза. Это гениальный физик. Он бы сейчас на пальцах раскидал бы за две секунды, что Вячеслав озвучил истинное положение вещей, собственно, как и вообще. Как, как, как? Да, я в этом интернете один. Слушайте, а вот насчет космоса я хотел бы поинтересоваться. Если в него кто-то есть, кто в него верит. У нас все-таки там как? Вакуум вообще в космосе или нет? Нет, вакуума нету, Вселенная не терпит пустоты. Вот представь, наша планета это огромное сердце человека. Это практически один к одному. Если сердце вдоль разрезать, то оно будет сотовое. Можете гуглить, смотреть это. Нет, просто я к чему хотел. То есть вот у шарообразной земли есть одно как бы тоже плюсик, так сказать. То есть если оно находится в агрессивной какой-то среде, то круг это, в принципе, единственная правильная геометрическая фигура для распределения вот этой вот агрессивной, так сказать, природы извне по всему своему объему, по всему периметру. Ребята, я это 5 копеек в сумму. Это будет даже, скажем так, в поддержку Вячеславу Котлярову. Так как если взять шарики, можно резиновые шарики, можете хоть что там понадувать, можете взять водяные шарики. Знаете, такой гранулат, его заливаешь водой и шарики становятся большие и водяные. Вот, если вы закинете их все на одну плоскость и начинаете их прессовать, сжимать, получаются соты. Получаются вот такие вот шестиобразные эти вещички. И вот как Котляров только что показывал фотографию, справа были соты, а слева оно именно похоже на вот эти шарики. Вы можете даже сами взять эти шарики водяные и начать их, ну, просто даже можете в кружку их на ровную эту, на тарелку налить, насыпать. И вы увидите также, как они выстраиваются автоматически в соты. Почему? Потому что если взять равномерные круги, то шесть кругов будут облеплять ровно один круг. Вот примерно, да-да, как виноград, да. Если вы возьмете один круг, вокруг этого круга, если таким же размером брать, получится именно шесть штук. Получается, что одна сота, поэтому шестиугольная. Вот так. В общем, в двух словах, я гуманитарий. Я то, что увидел, если есть люди с мозгами техническими, пускай дополнят истинное положение вещей, которые я озвучу постоянно. Я и так, люди не понимают, что ту информацию, которую я озвучил, была за семи печатями. Если меня заберут в ближайшее время в мир иной, я имею в виду летальный исход, это будет отличным подтверждением, что Вячеслав Котляров озвучил ту страшную тайну, которую все скрывали. Я не боюсь перехода в мир иной. Меня уже ждут давно и на арке, и в соседних сотах. Поэтому это вопрос времени. Либо своим ходом пойду, либо просто заберут. Ты про детей, главное, не забудь, когда соберешься в мир иной, чтобы они там нашли выход-то все-таки. Ну, мы это поразбираем в следующем видео более подробно. Боги, когда размеваются, они настолько недовольны, что даже я их не смогу уговорить, чтобы они остановились. А я в двух словах смотрю. Представьте, книга была большая. Из этой книги вырывали страницы и переписали. Книга эта называлась «Ведическое знание». Основное ведическое мироустройство, назовем условно «Большая книга». С этой книги вырвали по странице и переписали их. Так появились религии. А, кстати, насчет ведического знания и насчет моего символа, он не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к религии. Он исключительно имеет отношение к техногенному, научному миру, нашему устройству. Веды, в первую очередь, это наука о мироустройстве, но никак не религия и так далее. Поэтому Вегас напрасно начал ерничать по поводу деток. Сейчас пытаюсь с богами договориться, чтобы они Вегаса стали в покое. Возможно, мне это удастся. Какие боги у тебя, слушай, это звучит как угроза. Вячеслав, я у тебя... Что касается детей, будет не только угроза. Я у тебя на столе, Вячеслав, рабочему свою фотографию увидел. Ты случайно не занимаешься колдовством, не желаешь мне проклятия каких-нибудь? Порчи. Порчи, да. То есть, извини, мы что с тобой говорили, как бы это должно остаться между нами, не надо мне насылать. Я просто... Ладно, нет. Я на самом деле, просто когда я ролик монтировал, я хотел зрителям показать, кто со мной в эфире общается. Просто на тот момент, когда ты говоришь, Слава, ты сумасшедший, ты выживший из ума. Я хотел просто этой фотографии показать зрителям, кто это говорит. И все, не больше или не меньше. А вон как, ну ладно. Да. Я не знаю, я в принципе много того, что в ролике хотел добавить, уже здесь озвучил. Я его выложу, там интересный ролик, конечно, где Юрий сообщает о моей неадекватности. А по поводу богов, доказать за 2 секунды, к примеру, Денису... Да-да-да. Денис, у тебя такой очень деликатный вопрос. Только не обижайся, я не издеваюсь. Ну главное, ты не задавай такие тупые вопросы, ты думаешь или не думаешь, понимаешь? Не-не-не-не-не, ты инкубаторский или у тебя были родители? Ну, такой бывает, бывает инкубаторский. Ну, у тебя были родители? Я не помню, чтобы я вылазил откуда-то, не помню. Ладно, давайте я прощусь к тем людям, которые знают, что у них есть родители. Так вот, любой родитель это по умолчанию бог. Мама и папа это боги. И они создают ребенка по образу, своему и подобию. У этих родителей тоже были родители и так далее. Поэтому у славян... Подожди, слушай, Вячеслав, они по-моему ничего не создают. Религия это повтор существующей науки. Рея это повтор, религия это наука. Правнительно недавно, назовем условно, религия и наука было одно целое. Но потом разделили, отдельно сделали ученых, отдельно церкви. А вера без знаний это пустая, так сказать, трата времени. Я тут вижу много вопросов, которые Вячеслав задает. Да, четко, кстати. Так а что вопросы будут? Все притихли. Я могу найти еще хорошие вопросы. Ну, давайте я тогда момент один озвучу. Попов, поддержку, скажем так, Катлерова. Я тут с этой сотовой землей-то столкнулся сравнительно недавно. Где-то у Зол Гудмана, по-моему, увидел в ролике про это дело. И, в принципе, нашло подтверждение. Единственное, что, конечно, там я со многим как-то, ну, слух режет. Вот, некоторые моменты, что я сразу прикидывал, что там за краями этого пояса, что-то должно быть по-любому. Плюс, где-то лет пять назад я там всякие, увлекался там на лово всякие, вот этим вещами. И там есть, значит, в одной передаче я там где-то смотрел, что ребята где-то около берегов Антарктиды на каком-то там крейсере плейлист своем. И тарелка, мы-то думаем, что они там, ну, раньше, вернее, мы как бы думали, что они там с космоса прилетают. Эта тарелка вынырнула как бы из воды, то есть где-то там, около берегов Антарктиды. Вот это для меня был интересный момент. Ну и плюс Гитлер, опять же, что-то там исследовал, что-то там какие-то научные экспедиции к берегам Антарктиды. То есть явно там что-то не так, иначе бы внимания сильных мира сего не было бы так сильно, ну, скажем так, привлечено к этой Антарктиде. Вот Северный полюс, с ним все понятно. А вот с южной... Мактар, про Берна слышал этот, Адмирал Берн, который к берегам Антарктиды отправился в целая эскадра, и летающие тарелки покосили всю флотилию, оставили только фрегат. А вот, наверное, это и есть то, что я сказал, они из воды вынырнули, да? Я не помню имен, названий, давно было, может, летать назад. Да, они объекты, квакерами назвали. Изучал, да, 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 что-то такое. Причем наши подводники подтверждают. Десят какой-то, шестой, по-моему, год это был. Это был, это факт, документ. Да, и они показания дают, да, да, да. Это так. Есть дневники Берна этого Адмирала. Ну, потом, как обычно, его признали самошедшим, но это очень распространенная классика жанра. Лег, дело в том, что пропаганда системы устроена таким образом, что теперь не нужно сжигать на костре еретика. Потому что это опасно, люди умнеют, люди думают, если сжигают на костре, люди думают так, что-то не так. Если так сильно, такой негатив, вот я вижу негатива очень много против какой-то теории, думаю, надо как минимум ее изучить, почему столько много негатива, что от меня пытаются скрыть. И люди умнеют, поэтому сейчас уже не жгут на кострах. А сейчас, если ты сказал какую-то новую теорию, идущую в разрез системы, а системе это невыгодно, они просто тебе говорят, либо ты иди в больницу, ты дурак, дебил, больной, там, я не знаю, психически неравновешенный, либо, ну, скажут, просто не очень образованный, в школу не ходил. То есть тебя заклеймят, сразу система заклеймит, и таким образом ты ничего не сможешь делать, но она тебя этим самым и обезоружит. Даже больше скажу, многие вещи, даже политика борется так, там, со всякими диссидентами, то есть если сажаешь его, он набирает, скажем так, аудиторию, а если его психически больным, и закрыть бы его в психушке, и тогда уж точно ему никто не поверит, и за ним народ не пойдет. То есть это очень такое выгодное решение для системы, чтобы скрыть там какую-то правду, допустим. Ну, то, что было мной озвучено, оно будет потихоньку набирать обороты. Те, кто вчера еще сомневались в том, что я озвучил, как обстоит дело, будут с каждым днем убеждаться в том, что это не фантазия, а так на самом деле и есть. Дело в том, что любая информация – это боль, когда вы дотрагиваетесь до горячего, вы отдергаете руку. Если вы слышите нездоровую информацию, или нездоровую, или впервые, то вы дергаетесь. У меня был недавно случай такой в двух словах. Встречаю своего старого товарища, много лет не видел. Я ему вкратце рассказал, что я озвучил с сотовой землей. Так вот, знаете, какая была реакция? То есть мозг не принял головой мотать, а тело как током ударило. То есть родовая память, то есть он своими фибрами души почувствовал тело, услышал знакомые нотки и начал радоваться. Но мозг еще настолько сложный. Дело в том, что я хочу еще минутку сказать. Вы же не будете отрицать, что есть гипнотизеры, которые силой руки могут ввести человека в определенное состояние, и при котором он может дотрагиваться до раскаленного металла, ему не будет больно. Не будете отрицать. Да, есть такое, по углям ходит, раскаленный. Совершенно верно. Так вот, в нашей соте произошел массовый гипноз. И в этом гипнозе находится 98%, а то и больше нашей соты. И когда я озвучу информацию, люди ее, многие, которые находятся под этим гипнозом, а он работает очень давно, планомерно, и те, кто гипноз этот использует, они знают, как работать. Практически в любом городе, где есть высотная, высотная какая-нибудь, назовем ее, вышка, это своего рода ретранслятор. То есть есть где-то, назовем условно, компьютер, который пускает сигнал, и он футболится по всем городам. То есть на людей именно пускает, ну скажем, такой мощный энергетический зомбозонд. Поэтому люди не могут проснуться. Я, судя по комментариям, там хоть книгу пиши, столько тепла, в двух словах люди пишут, что то, что вы озвучили, так оно и есть. Я всем благодарен. И вам, друзья, чтобы поддерживать меня в конференции, Александр, который поверсил, я словно с вами прощаюсь. Очень тяжело было вот это 20 лет держать, и как камень это с души упал. Теперь я, как говорится, дышу очень легко, потому что то, что в моих тетрадках сохранилось, оно уже не представляет никакой ценности, разве что просто, я думаю, может взять, но это уже никому не будет интересно, взять свою тетрадь и на камеру зачитывать. Ну, я буду говорить, переливать из пустого подорожня, потому что я уже основной озвучил. Буду дальше, пока боги позволят, продолжать незначительные детали и добиваться все-таки у тех людей, у которых видеоматериалы эти есть, все-таки убедить их в том, что они сбрашивали их в интернет. Особая сложность, носители, которые в других ячейках находятся, не подходят, скажем так, нашим штыкерам, то есть еврорезетка и отечественная резетка. Поэтому, скорее всего, это будет заноситься с какого-нибудь хорошего телевизора, с этого планшета списываться, а потом уже будет заливаться в интернет. Кто-то скажет, компьютерная графика, там слишком много работы, то, что материки сверху засняты этих ячеек, ну, теоретически можно... Вячеслав, а в соседних ячейках-то получаются такие же, извиняюсь, бараны, как мы живем-то, живут-то, да? Да, сплошь и рядом. Не, ну, в принципе, то есть они по уровню развития-то такие же, да? Да, по-разному. Их тоже там контролируют, походу, и не дают вылазить никуда. Ну, то есть разницы никакой, по сути. Да, все, Вячеслав. Да-да, не стоит туда валить, может, там еще хуже. Да-да, совершенно верно, делать нечего. А то, что насчет богов, вот я еще раз озвучу мою мысль, то, что я думаю, что наши там какие-то далекие предки, может быть, я так думаю, что они просто нас вывели как расу такую, а сами свалили, скажем, в другое бытие, скажем, да? И вот как Вячеслав сказал нас, я уже до этого озвучивал это, что они нас просто вот немножко зазомбировали, так скажем, да? Ну, в словах, у кого-то могут быть боги, кто угодно. Для славян испокон веков боги были это родители, предки. И славяне никогда не молились богам. Славяне всегда пели гимны богам, восхваления. То есть, ну, я думаю, есть все-таки в эфире люди, которые уважают своих родителей. Вот я уважаю своих отца и мать, я их уважаю. Поэтому я уважаю и родителей своих друзей, и уважаю родителей и родителей, и так далее. То есть, боги – это наши прародители. И их уважать нужно только за то, что благодаря им мы здесь сидим в эфире. Эфир уже почти два часа идет. Давайте, я думаю, заканчивать на сегодня. Если нужно будет, еще соберемся, как-нибудь встретимся, обсудим это все. Присоединяемся. Всем спасибо большое, зрители, слушатели, друзья, соратники. Спасибо. Продолжение следует...